11 утра в Украине. Здравствуйте, это новости UATV. 30 обстрелов за сутки на Донбассе. Один украинский военный погиб, шестеро ранено. Российско-оккупационные войска 11 раз использовали запрещенное оружие. По данным штаба операции объединенных сил, боевики били из артиллерии и тяжелых минометов по украинским укреплениям в районе Новгородского, Крымского, Новотошковского, Луганского и Попасной. Вблизи хутора Вильный работал снайпер. На других рубежах оккупанты применяли гранатометы, БМП, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы. С полуночи на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов. День воспоминаний на горе Карачун. Пятилетие важной даты освобождения Славянска и Краматорска и разблокирование горы между ними. Почти три месяца десантники и гвардейцы в окружении боевиков удерживали тут свои позиции. На месте ожесточенных боев на горе Карачун уже в третий раз собираются ветераны, военные, волонтеры и активисты со всей Украины. Летом 2014 года на этом месте под огнем боевиков стояли десантники и гвардейцы. Сегодня гора Карачун стала местом встречи побратимов, защищавших родную землю. Анатолий воевал на Светлодарской дуге, ждет встречи с товарищами-артиллеристами. Мы все собираемся на высотке, на Карачуне, где опять же в 2014 году были наши украинские войска, откуда мы ждали именно спасения. Ребята на подъезде будут вечером, это мой экипаж сегодня будет, с которым я, да, да, мой командир экипажа еще приедет. Здесь же на горе расположилась выставка военной техники и оружия, фотовыставка, кинозал под открытым небом и волонтерская ярмарка. Волонтеры и на фестивале не останавливают работу. На фронт нужны сетки, отправляют их каждый день. Ну, это у нас свято, мы всегда встречаем операцию. Праздник мы всегда встречаем за работой, потому что у нас очень много заказов на передовые позиции, на ноль. Все, что вы видите, это сетки, которыми прикрыты разные локации. Мы делали для Карачуна, и они, вот эти все сетки, поедут к морпехам Новотроицкое. А то, что мы сейчас плетем без сетки, это поедет Маринку. Волонтеры, активисты, военные и ветераны встречаются на Карачуне, общаются, делятся воспоминаниями и новыми проектами. По мнению организаторов, гора Карачун дает возможности для патриотического воспитания молодежи и социальной реабилитации ветеранов. Такие мероприятия важны для национально-патриотического воспитания нашей молодежи и для объединения людей. Встречи ветеранов очень важны для них. Не нужно забывать о тех, кто уже отвоевал. Организаторы обеспечили всем гостям проезд, питание и ночлег в палатках. Фестиваль проходит уже в третий раз и становится традицией. Вера Федорова, Артем Иванов, Донецкая область, UATV. Начало июля 2014 года считается поворотным моментом в войне на востоке Украины. Именно в тот период Киев начал масштабное контрнаступление. Силы АТО кардинально изменили тактику и отвоевали Славянск, Краматорск, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск. Обмен. Единственный шанс выйти живым из российской колонии. Так считает украинский политзаключенный Владимир Балух. Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник. Передают Крым реалии. По словам Балуха, он не видит другого решения, кроме как отстаивать свое право на жизнь и гражданство Украины радикальными методами. При этом подчеркнул, что не собирается прекращать голодовку. Владимир Балух приговорен почти к пяти годам колонии и штрафу в 150 долларов. Против украинца оккупанты сфабриковали два дела – захоронение боеприпасов и избиение начальника местного изолятора. Правозащитники утверждают, крымчанин стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию. Он вывесил во дворе своего дома синий-желтый флаг. Войну в Украине обсудили Владимир Путин и Папа Римский. Встреча прошла в Ватикане. Это их первые переговоры с 2015 года. Глава Кремля в очередной раз опоздал на встречу на час. Беседовали также 60 минут. Напоследок Папа Франциск вручил Путину памятную медаль, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны. На ней написано «Ничто не утрачивается с миром, все можно потерять в войне». В то же время в Риме члены украинской диаспоры устроили митинг против европейских визитов Владимира Путина. Они сравнили лидера РФ с Гитлером, напомнили об аресте Москвы на востоке, агрессии Москвы на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. «Быть такого не может в 21 веке, чтобы была война, которую весь мир пытается не замечать. Мы говорим, если Украина перестанет себя защищать, она просто исчезнет. Если Путин и российская армия прекратит убивать людей, война закончится. Все просто». «Мы здесь, чтобы сказать «Стоп, Путин! Убери руки от Украины! Он должен вернуться в Россию и прекратить разжигать войну! Мы мирный народ! Мы никогда в своей истории никому не объявляли войну! Мы никогда не влезали во внутренние дела других стран! А сейчас Путин отобрал весь Крым, целый кусок Украины и Донецкий регион. А война, она убивает военных, детей, мужей, отцов». Сегодня Папа Римский, Франциск, намерен провести переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви. Они обсудят сложившуюся церковную ситуацию в стране, а также будут просить у Ватикана подтверждения статуса патриархата для церкви. Сильнейшее за последние 25 лет землетрясение произошло на юге Калифорнии. Его магнитуда 6,4 балла, сообщает геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находился примерно в 200 километрах к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Очаг подземных толчков залегал на глубине почти 9 километров. Больше всего от стихии пострадал город Ридж-Крёст в округе Керн. Местные власти объявили там чрезвычайное положение. Из-за подземных толчков на дорогах появились трещины, в нескольких домах вспыхнул пожар, произошли утечки газа. Информации о погибших нет. Все вокруг затряслось. Это длилось секунд 15. Я испугалась, не знала, что делать. Побежала в гостиную и спряталась под столом. А все вокруг дрожало. Это было страшно, очень страшно. Но потом кто-то в отеле сказал, мол, это просто землетрясение. Оно пройдет. Украинцы смогут ездить в Канаду по электронной визе. Как сообщила депутат канадского парламента Марьяна Мегайчук, премьер-министр Трюдо пообещал ввести такую систему. Электронную авторизацию смогут использовать те украинцы, которые уже получали визу в Канаду за последние 10 лет. Что еще обсуждали в Торонто на трехдневной конференции по поддержке реформ в Украине, расскажет Юлия Башко. Неудивительно, что конференцию по поддержке реформ в Торонто завершает показ украинского мюзикла «Гуцулка Ксения». Оказалось, у него настоящие канадские корни. Одноименный фильм по основе либретто оперы эмигранта Ярослава Барнича впервые вышел на экраны в 1956 году. Его снимали украинцы, тоже эмигранты, проживающие в Канаде. Тогда картина была малобюджетная. 92-летний Николай Латышко, который сыграл одну из главных ролей, вспоминает, как создавали большое кино. У нас не было возможности снять горы и природу. Мы это снимали частями, большую часть на сцене. Использовали декорации. Показ украинского мюзикла символичен. Теперь, после подписания соглашения между Канадой и Украиной о совместном производстве киноиндустрии, украинский кинематограф получит доступ к западному рынку. Показ украинского мюзикла в Торонто символичен. Теперь, после подписания соглашения между Канадой и Украиной о совместном производстве кино, украинский кинематограф получает доступ к западному рынку. А там и Голливуд недалеко. Это соглашение открывает бизнес для киноиндустрии. Это возможность участвовать в Тарантийском кинофестивале. Возможность приблизиться, в конце концов, к Голливуду. Это возможность софинансирования проектов. Мы уже знаем про интерес несколько канадских компаний, которые хотят снимать сериалы на одесской киностудии, киностудии Довженко. Три дня Украины в Канаде были насыщенными на события. Если о конференциях в Лондоне и Копенгагене, можно сказать, что они были исключительно посвящены реформам, то в Торонто добавилось новое направление – инвестиционное. Самое важное то, что была показана трехмерная Украина и трехмерное ее сотрудничество со странами и с Канадой. Часто на конференциях есть такое плоское восприятие. Только через политику или через документы. Что сделано, что не сделано. В этот раз участники увидели и культурные, кулинарные, кинематографичные, музыкальные аспекты Украины. И вот те сухие данные в голове уже по-другому воспринимались. В украинском Доме о реформах рассказывали не теоретики, а настоящие практики. На конференцию в Торонто приехали головы и старосты объединенных территориальных громад. Их децентрализация напрямую связана с инвестициями. На сегодня в Украине более 900 объединенных сел, в которых живут около 9 миллионов украинцев. Помощь людям нужна каждый день. А вот наш последний вопрос. Мы написали бизнес-план нашим старостинским округом и вышли в проект «Невероятные села Украины» в двадцатку. И надеемся, что у нас будет так, как в Канаде, урны для сортировки мусора, если наш проект пройдет. Реформа децентрализации – это единственная реформа, которую можно, как бы сказать, пощупать. Это квадратные метры новых дорог, крыш, новые температурные режимы в детских садах, кружки по изучению иностранного языка. Это то, что люди ощущают каждый день. Три дня конференции и переговора вне ее панельных дискуссий принесли ряд новых договоренностей. Одна из них – это упрощение визового режима. Первыми почувствуют это украинцы, которые приезжают в Канаду на работу и учебу. Одна из самых важных новостей в этой сфере – это то, что Канада предложила нам присоединиться к так называемой программе «Trust and Travel». Это упрощает процедуру украинцев, кто хочет путешествовать в Канаду. Мы это расцениваем как очередной шаг к возможной будущей отмене виз для украинцев. Следующая четвертая международная конференция пройдет в 2020 году. Реформы будут обсуждать в Вильнюсе. Из Торонто Юлия Башко, Алексей Идрисов, UATV. Больше новостей читайте на наших страничках в соцсетях и на сайте телеканала UATV.ai. Пока все. Наш следующий выпуск на русском языке. Менее чем через два часа. Прощаюсь с вами ненадолго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова